В ноябре фонд президентских грантов организовал конкурс по проектам, направленным на развитие гражданского общества. Грантовую поддержку получили 3573 проекта. Среди них и проект создания инклюзивного детского театра в Пытьяхе. Его подготовило городское общество инвалидов. Размер гранта более 400 тысяч рублей. Инклюзивный театр будет располагаться в помещении общества инвалидов. В данный момент идёт поиск режиссёра, который вместе с детьми будет готовить спектакли. Мы решили, что у нас не все дети открыто могут выйти на сцену. И поэтому мы решили ещё, помимо того, что будут открытые выступления, то есть в костюмах будет сами детки выступать, также будет у нас кукольный театр. То есть, вы понимаете, кукольный театр. Там не надо быть на сцене, там всё за сценой, сам человек, и только вот сами персонажи верхов. Поэтому, может быть, кто-то разобьётся здесь, вот с этой стороны. Занятия по сценической речи, актёрские перевоплощения позволяют детям открыть новый мир и компенсировать физические и психические недостатки. Играя роль, ребёнок получает опыт взаимоотношений, которого он лишён в повседневности. Участие в театральных постановках здоровых ребят и детей-инвалидов позволит перенести опыт взаимодействия и дружеского общения в реальную жизнь. Каждого человека это очень сильно развивает. То есть, когда вам специалист сценической речи даёт уроки, и как правильно говорить, как правильно себя позиционировать в жизни. То есть, я думаю, это очень важный такой аспект. Во-первых, это комплексы снимают, то есть, какие-то зажимки. Сейчас начата работа по пошиву игрушек. Разработкой эскизов и шитьём занимается член общества инвалидов Ирина Минаева. Основная часть кукольных персонажей к сказке «Колобок» уже готова. История интегрированных театров в России достаточно молода, но это одно из перспективных направлений культуры. Во многих городах уже несколько лет с успехом работают инклюзивные театры, которые получили признание на национальном уровне. А главное, оказали помощь сотням детей и взрослых с ограниченными возможностями в реабилитации. Теперь такой театр появится и в Пытьяхе. Первые репетиции планируется провести в январе. А уже в апреле пытьяхцев ждёт премьера первого спектакля.